Ты уже проснулся? Ты уже проснулся? Ты уже проснулся, мой хороший маленький мальчик? Да, 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 ммм, ммм, ммм. Пойдём, ну пойдём. Ой, мой хороший. Вот лишь бы тебя гладили, да, вот лишь бы тебя гладили, собачья жизнь. Молчание ночи быстро течено. Молчание ночи быстро течено. Молчание ночи быстро течено. Настроение неловкие моменты, когда ты только что узнал, что твоей бритвой можно делать вот так. Но пользоваться мы этим, конечно же, не будем. Я думаю, что сегодняшнее утро всё-таки стоит начать с кофе. Ну нормально, сойдёт. Я не знаю, показывал ли я вам нашу ёлку, но, в общем-то, да, 5 часов моей работы ушли на вот это. И вот это тоже всё красота. А ещё, зацените мой прекрасный веночек. Ну-ка, давайте посмотрим в него вблизи. Я понимаю, что Новый год уже подошёл давно к концу, но всё-таки, ну, красоту нужно ценить. Красоту нужно ценить. Небольшая информация к вашему сведению. На улице сегодня минус 44 градуса. Минус 44 градуса. Хорошо, что мне никуда не нужно выходить сегодня. Мне кажется, делать приветствия уже поздно, но всем привет, ребят, с вами снова я, Энтони Лай. Очередное видео на моём канале. И, да, сегодняшнее видео немножко странного формата. Небольшой ASMR для вас. Здравствуйте, это Энтони Лай. ASMR. Кринкл, скринкл, скринкл. Короче говоря, да, здравствуйте. Сегодняшнее видео, оно немножко такого другого формата. Надеюсь, он вам интересен. Надеюсь, вам нравится пока что. Если не нравится, напишите обязательно, что мне нужно исправить, что нужно добавить. Задыхаюсь, потому что не привык снова пить кофе. Это, кстати, первая чашка кофе за последние две недели. Странно. Так вот, давайте с вами поговорим о том, что мы увидели в названии этого видео. Здесь какие-то штуки летают. И я ещё не знаю, что я туда, конечно, напишу, но что-нибудь такое сверх провокационное. Что-то такое прям, ух, заставляющее ваше сердце дрожать. Так вот, да, ребят. Я бы с радостью хотел вам сказать, что вот, я выпустился из университета, все мои тяжбы окончились. Я, наконец-то, свободен. И не знаю, сказать хоть вам, что нехорошее мне бы очень хотелось, но нет. Я такого не могу сказать, потому что официально я ещё не выпустился из университета. Объясню почему. Если вы смотрели мои инстастори, или были подписаны на меня, там, буквально, там, две-три недели назад, я вам сказал, что мой экзамен по финансам прошёл не очень хорошо. И не очень хорошо, это было мягко сказано. Это было прям такое большое преувеличение, потому что мой экзамен прошёл очень плохо, потому что я выполнил, там, пять заданий из девяти. Но, знаете, иногда я люблю сравнивать себя с другими людьми, в том плане, что кто-то делает что-то хуже меня. Так вот, люди выходили из экзамена, точнее, когда они заканчивали, с одним заданием из девяти выполнено. С одним. С одним, понимаете, одним заданием. Я пять хотя бы сделал, хотя бы пять у меня есть. Давайте других людей перейдём ко мне. И, как я уже сказал, я закончил свои пять заданий, и я был одним из последних, кто ушёл из аудитории. То есть, оставались только я и моя подруга. Я пошёл сдавать свою работу, на что мне профессор, так скажем, поманил меня пальчиком в угол комнаты и начал говорить мне просто отвратительнейшие вещи. Типа, ты разочаровал меня, ты разочаровал всю эту школу. Я такой, просто, что? Вы понимаете, он начал это говорить просто неизвестно откуда. И я такой, это какой-то пранк? Что это вообще здесь происходит? И, как оказалось, мой профессор почему-то подумал, что я списывал. То есть, нам дали на экзамене листочки такие специальные, точнее, которые мы принесли с собой, подготовили. Они должны были быть такие двухсторонние, с формулами, какими-то ещё действиями, со всем исключением. И я туда написал очень много разной информации, потому что таких лимитов на этот листочек не было. На что мне мой профессор сказал, что это не по правилам, такого нельзя было делать. Хотя перед экзаменом я показал ему этот листочек, и он такой, типа, ок. Я такой, просто, что? Потом он взял мою работу, открыл её ещё до этого, посмотрел, сказал, что это даже недостойное оценивание. Я такой, бич, what the fuck происходит в этот great day? И что вообще происходит? Я не понимаю, потому что я такой, что? У меня через 2 часа самолёт, мне нужно собираться, я ещё ничего не собрал, мне нужно в душ, от меня воняет, потому что я не спал последние 3 дня. Что вообще происходит? И тут началась какая-то тирада на 15-20 минут, когда я просто стоял, и у меня реально была истерика. То есть, я не плакал, я специально стоял и вот так вот делал себе, вот так вот, со спиной, чтобы нереально не разрядаться, потому что я не понимал, что происходит. Но любой вопрос, он начал на меня повышать голос, я такой, просто, что? Это всё было при моей подруге, потому что она сидела сзади и такая, что происходит? What the fuck? Можно я тест закончу? Я, честно, не понял, откуда это взялось, но, видимо, мой профессор делал это с несколькими учениками, и, знаете, вот такое вот поведение его продолжалось на протяжении семестра целого. То есть, ребят, когда я вам говорю, что эмоционально меня очень сильно выжимает в университете, и это я не шутки шучу, что я не могу написать зачёт или что-то не могу сделать, меня реально прессирует. Прям очень жёстко и очень тяжело. Короче говоря, после вот этого всего я там стоял такой просто... Знаете, что самое смешное, что, как и в песне Ариана Гранде говорилось, I got no tears left to cry, то есть, как бы, слёз вообще не осталось. У меня реально за последнее, вот, получается, сколько? Две-три недели я ни разу не смог разрыдаться нормально, потому что у меня не осталось больше ни горечи, ни слёз, я не могу даже поплакать нормально, потому что я уже всё выплакал. И я пошёл искать своего профессора, то есть, я пошёл его в кабинет, нашёл спрашивать, его нет, он смотался просто, понимаете, он взял мою работу и смотался. Так вот, что произошло дальше после того, как экзамен закончился, я перестал бегать за своим профессором, у меня почему-то дрожит голос, я пошёл искать помощи у других людей. Наверное, это самое логичное, что можно было сделать в этой ситуации, и я пошёл к своему секс-с-коучу, тоже мудила редкостный, я ему описал всю эту ситуацию, что произошло, меня оскорбили, вообще, что непонятно, почему меня профессор так обзывает, вообще, что произошло, на что он мне сказал, что твои проблемы, разбирайся с ними сам, тебе никто здесь не поможет. Я пошёл к декану, декан мне, ну, как бы декан даже смысл встречаться не захотел, я говорил с его, как это называется, с секретарём, да, вот, секретарём. До декана меня даже не допустили, понимаете, всем было похуй. То есть, если вы думаете, что в Америке можно вот так вот что-то сделать, точнее, в моём университете, я не говорю за всю Америку, окей, это был too much, за мой университет, потому что мой университет просто полное говно, и у меня не хватает, я уже всё, я, честно, я выдохся. Эмоционально я сдох, я когда домой приехал, я реально эмоционально был просто выжат, как губка. Меня ничего не радовало, мне не было никакого вообще дела до веселья, до Нового года, до чего-то ещё, мне вообще было абсолютно плевать. Так вот, да, мне никто не помог, я целый час просил просто фрустрации, вот так вот, в стеночку мы смотрели, я начал собирать свои вещи, мне помогла моя подруга Хеда, и я просто уехал. В аэропорту я написал своему преподавателю просто огромнейшее письмо, очень жалобное, очень мне пришлось свою самооценку и гордость низко опустить для вот этого письма, но, ладно, окей, пропустили. И спустя три недели у меня до сих пор нет оценки по финансам, это единственная оценка, которая у меня не стоит. Да, вот, наверное, вся история заключается именно в этом, в том, что этой оценки нет. Там просто пустое место, то есть там даже не неут или неплохо, нехорошо, там просто ничего нет, там пустой квадратик. Все остальные оценки в этом семействе мне поставили. Вы знаете, что там, всё правильно, везде отлично стоит, кроме этого панового предмета. И сейчас, да, спустя уже три недели, Новый год уже начался. Я до сих пор не знаю, выпустился ли я из университета, я до сих пор не могу вам сказать, что происходит, какие у меня планы на будущее, потому что я честно думал, что я уже совсем закончил. А по факту немножко другая ситуация. Сейчас на мои имейлы никто не отвечает, потому что в моем университете семестр не начинается, по крайней мере, до 22-го числа ещё. Но я не знаю, что с этим буду делать, я буду ждать пока, пока мне не проставят оценку, пока не начнётся, видимо, новый семестр или что-то в этом духе, потому что, честно, я даже не надеюсь на хорошую оценку, я надеюсь на ту оценку, по крайней мере, которая меня просто пропустит, получение диплома, потому что мне нужно просто получить диплом. Потому что если мне поставят неуд, мне придётся возвращаться на ещё один семестр ради одного предмета. Я не понимаю, как, зачем и почему, но такая ситуация у нас сейчас, поэтому если вам вдруг казалось, что я там последние пару недель был очень такой грустный, эмоционально истощённый, то, ребят, вот, это действительно причина, по которой я очень плохо себя чувствую. Потому что ни мои родители не знают об этом, никто не знает об этом, что вообще происходит. Ну, точнее, моя мама знает, естественно, маме-то я всё рассказываю, потому что мама обязана знать. Мама тоже расстроилась, и... На самом деле, мама мне сказала одну очень умудрую вещь. Если никто не умер и никто не заболел, то всё в порядке, всё исправится, всё наладится, всё можно как-то предотвратить или помочь ситуации. То есть, я стараюсь руководствоваться этим советом теперь, и... Да. Это вся история. Честно, я не знаю, что делать в такой ситуации, потому что я очень... Долго держал свой язык за зубами, и вот вся эта история с профессором, я ему даже ни разу не ответил. Вот в своей любимой грубой вот такой форме я ни разу ему не ответил. То есть, я реально просто стоял и не понимал, что происходит. Вот такие дела. Больше я не знаю, что вам сказать. Это вся история. Мы сейчас совершили с вами очень резкий переход от моей комнаты к нашему складу, но сейчас мы будем заниматься кое-чем интересным, потому что здесь у меня для вас есть моё сценическое ID, и сейчас мы будем кое-что с вами делать. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, слушайте, я не знаю, как вам, у меня стало чуточку легче. Потому что, знаете, Новый год начался, это значит, что правильно. У меня ещё есть, по крайней мере, 11,5 месяцев, чтобы сделать его лучше. Ну, или, по крайней мере, попытаться найти смысл жизни. Ну, или смысл жить вообще. Спасибо. Продолжение следует...